Ребят, еще маленькие зарисовки на тему предстоящего русского крашера по подобию оригинала Роберта Барабана. Пока обзор идет по пружинам, по силе пружин. Но это делается только с одной целью. Для тех, кто владеет крашером, у кого есть пружины на крашере барабанов, чтобы понимали, что тяжелее. Итак, я верхом, когда пружина смотрит наверх, есть такое закрытие, дошел до уровня 5 плюс 1. 4 плюс 2 закрыл, 5 плюс 1 стена. И это, скажем так, в лучшем состоянии на момент занятий с крашером. Сейчас я занимаюсь больше твистерами. В общем-то, занимаюсь тоже такое громкое слово. Делаю несколько подходов. Легким, жестче и самым жестким. Вот все занятие. Поэтому я поставил сейчас черные пружины 5 плюс 1. То есть версия, которую я барабану с родными пружинами не закрываю. Тем более сейчас это не закрываю. Близко. И одеваю перчатки. Почему одеваю перчатки? Вообще работать голыми руками с магнезией гораздо лучше, потому что диаметр ручек достаточно большой. И любые перчатки они еще больше увеличивают диаметр. А нам нужно как можно плотнее хвататься. Чем больше диаметра, понятно, меньше хват. Меньше сжать мы можем. То есть начальная стадия сжатия. А не конечная, самая мощная. Ну как и в эспандарте. В общем-то. Поэтому лучше с магнезией. Но настолько уже пересохли руки, что не помогает даже крем. Поэтому приходится искать перчатки. И вот на данный момент эти перчатки с помощью Старпома, танкера Виктора Найины. Он привез мне две пары. В подарок сказал Вадим Иванович, пришлось пол танкера продать, чтобы тебе купить эти перчатки. И доля правды есть в этих словах. Обыкновенные строительные перчатки стоят до 30 рублей пара. 10-30 рублей пара. Эти перчатки стоят в десятки раз больше. По стоимости. Не буду говорить сколько. Спросите у Димы Молодцова. Он знает. А вторая, второй комплект, это вообще перчатки с Голландией. Голландские перчатки. Их здесь в продаже нет. Они стоят 50 с лишним евро за комплект. Из 10 или 12 пар. Ну ладно, лирики хватит. Вот из-за этого перчатки подбирал. Но вот строительные легкие спокойно подходили. Они достаточно тонкие. Но вот эти прямо люто подошли. Значит, что я попробую. 5 плюс 1. И именно верхом покажу. Количество не будем закрывать. А покажем. Раз, два, три, четыре, пять. И одна внутри. 5 плюс 1. Вот как бы еще одно понимание того, что черные пружины попроще. На 2 килограмма согласен. Дима правильно сказал. Иван Ишрама будет под 8 пружин. Не под 7, как у барабана, а под 8. Так вот, 7 барабановских, 7 на 15, это 105 килограмм. А 8 наших, на 13, это 104. То же самое. То есть, 7 барабановских пружин по максимуму равны 8 нашим пружинам. И то, что это тяжело, тот, кто купит, узнает. Что такое закрыть будет 8 черных пружин. Силового положения. То есть, внешне. Внешне, ну как угодно называйте. Понимаете, о чем речь идет. Вот, как бы так. Так что, ждем раму. Две половинки. Собираем, скрепляем, ставим пружины. И все то же самое я показываю на нашем краше. Ну, естественно, так как пружина уже есть, расстояние будет под те пружины, что у нас есть. Соответственно, и ход получится тот же самый. Ну, из другого материала будут сделаны другие немножко ручки. Станина под 8. Ну, все это вы увидите. Все. Вам желаю здоровья, побед. Чтобы все получалось. Счастливы, обители. Пока. Продолжение следует.